МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир с телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Нашли тело второй из трех пропавших в Гиргибельском районе девочек. Судьба третьей пока неизвестна. Вопросы незаконного строительства в охранных зонах газопроводов и тему обсуждали на пресс-конференции Газпром Межрегион Газ Махачкала. В реке Каракайсу Гиргибельского района нашли тело второй девочки из трех пропавших. Об этом сообщает МЧС Дагестана. На данное время пока остается неизвестна судьба третьей девочки. По предварительным данным, в воскресенье примерно в 11 часов дня дети вышли погулять и не вернулись. Поисково-спасательные работы продолжаются. К другим темам. На должность полупреда СКФО назначен Александр Матовников. Соответствующий указ подписал накануне Владимир Путин. Генерал-лейтенант и герой России ранее занимал пост заместителя командира сил специальных операций вооруженных сил. Теперь же его работа будет направлена на Северокавказский федеральный округ. Напомним, Александр Матовников сменил Олега Беловинцева, который занимал эту должность с 2016 года. Хищение газа на полмиллиарда рублей. Нарушение было выявлено на предприятии, расположенном в поселке Кирпичный, вблизи города Каспийска. Его владелец самовольно подключился к системе газоснабжения. Врезка была расположена на глубине 200 метров под землей. И для ее выявления была применена специальная техника. Объем похищенного газа составил около 800 миллионов кубических метров на сумму почти в 500 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершенная в особо крупном размере. Хищение газа – не единственная проблема, с которой сталкиваются сотрудники Газпром Межрегионгаз Махачкала. На прошедшей пресс-конференции ведомства говорили о том, как надо усилить борьбу с незаконной стройкой вблизи газовых труб. Подробности в материале Патимат Ханаповой. Почти 600 фактов незаконных строений вблизи охранных труб. Такая статистика вынуждает газовиков начинать применять серьезные меры. Освобождать зоны отчуждения через суды. А они чаще всего встают на сторону компаний, а не жильцов. Именно поэтому, по словам специалистов, будет усилена и профилактическая работа с горожанами. В момент того, что газ дает уютный тепло, он еще у нас и горит, взрывается. Многие этого не понимают, когда приобретают участки. Они не понимают, но, может быть, делают вид, что они не понимают. Вот им выделили землю, они могут застроить газовый полотенец. Дома начинают на них строить, расстояние не соблюдать и так далее. Поэтому возникают такие инциденты и несчастные случаи. Поэтому хотелось бы, чтобы это было, конечно, поменьше. И они прислушивались к нашим словам, к нашим требованиям, которые мы в целях безопасности все время и формируем, и говорим. Обязательным теперь станет и техническая проверка газового оборудования в помещении. Отсутствие данного договора приведет к отключению. В России из-за этого, если в многоэтажном доме у одного нет договора на техническое обслуживание, весь дом отключается от газа, пока все жильцы дома не составят договор. Рейды будут проводиться и по незаконному потреблению газа. В случае выявления факта нарушитель будет оштрафован и отключен от газоснабжения. Между тем, есть горожане, которые хотят платить, но не могут. Счетчики им устанавливают, но открытие лицевого счета по оплате газа жильцы так и не дождутся. Как быть при таком раскладе и почему так происходит, объяснили специалисты. Счетчики тоже устанавливают, но почему-то счета не открывают. И получается так, что они не могут платить за использованный газ, и за год им накатывают, накатывают. На счетчике указано 10 тысяч, но почему-то приходят в квитации, и людей просят оплатить 60 тысяч. Если счетчик устанавливаем мы, мы сами передаем на открытие лицевого счета в территориальный участок межрегионного газа. Если люди самостоятельно устанавливают, они думают, что они установили счетчик, и все. И у них теперь будет по счетчику оплата. То есть, по-первых, самостоятельно нельзя устанавливать счетчик. Если устанавливает специализированная организация, допустим, не мы, а другая организация, имеющая лицензию, такое тоже возможно, то они должны сами обратиться с заявлением, чтобы им открыли лицевый счетчик. Разрешение, выданное администрации города на использование земельного участка, не всегда гарантирует безопасность и законность. Поэтому при планировании строений эксперты предлагают согласовывать решения с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с «Газпромом». Индекс промышленного производства в республике за прошлый год составил 115%, что существенно превышает средние показатели по России. Об этом говорили на совместной коллегии Минсельхоза и Минпрома республики. Несмотря на это, обеспеченность аграриев региона сельхозтехникой оставляет желать лучшего. В республике на сегодняшний день практически отсутствует производство современной техники и оборудования для предприятий, перерабатывающих отраслей. Выступающие отмечали необходимость тесной работы в рамках федеральных программ господдержки и субсидирования предприятий сельхозназначения. Также, по мнению выступающих, для дальнейшего развития отрасли необходим ускоренный переход на импортозамещение. Думаю, что мы, промоэнергоэспублика, совместно с заинтересованными республиканскими ведомствами предложить и другие меры государственной поддержки, способствующие привлечению инвестиций в республиканское сельхозмашиностроение. Это, я думаю, поддержка опытно-конструкторских работ, предоставление льгот по местным налогам, может быть, и предоставление инвестиционных кредитов, государственных гарантий и так далее. В РИО министра труда и социального развития Республики Расул Ибрагимов посетил базу отдыха для инвалидов-ампутантов в Карабудахкенском районе. На двух этажах расположено несколько номеров, которые оснащены всем необходимым для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. На данный момент на базе завершается строительство комнаты для отдыха с парилкой и бассейном, а также молильной комнатой. Здесь же предусмотрен специальный пирс. Конструкция позволяет беспрепятственно входить в море. Подобного приспособления нет нигде в России. На данный момент в центре проходит оздоровительный курс более 50 человек. За сезон учреждение может принять до 600 отдыхающих. Социальная поддержка граждан – это наша работа, наш долг, наша обязанность. И мы в дальнейшем будем поддерживать и помогать во всем, во всех ваших начинаниях, не только вашу общественную организацию и другие общественные инвалидские организации Республики. Общегородская ярмарка вакансий прошла на бульваре имени Сулеймана Стальского в Махачкале в рамках Дня молодежи. О том, что еще интересного подготовили организаторы к празднику, расскажет Камиль Девятов. Музыка, танцы, веселье, массовые гуляния и много радостных лиц дагестанской молодежи. Праздник есть праздник и настроение у всех соответствующее. Эмоции положительные. Пришел недавно, чисто чтобы во всех мероприятиях поучаствовать. Не знаю, интересно, она сплочает всю молодежь. Этим самым здесь люди развлекаются хорошо, получают удовольствие от мероприятия. Но единственный минус – жара, честно сказать, сильная. Что касается жары, то об этом тоже позаботились. На всякий случай спасатели МЧС тут как тут. Дежурные специалисты проводят мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Вы должны сначала, первое, подойти к нему и определить наличие сознания. Для этого необходимо слегка потормошить, не сильно, потормошить и спросить, что с вами. Вам нужна помощь? Человек не реагирует, значит, он находится без сознания. Мы определяем, вот, очевидный отросток и кладем основание ладони на середину грудины или на два пальца выше мечевидного. Скрещиваем, значит, замок ладони и давим основанием ладони. Так, чтобы руки не сгинались в локтях и грудная клетка прогибалась на 5 сантиметров, то есть сдавливалась между грудиной и позвоночником. На всей территории бульвара функционирует более 20 спортивных площадок. Кто-то играет в шахматы, другие – футбол и настольный теннис. А нашлись и такие, кто готов поколотить своего друга подушками. Потому что можно полупазить своего друга, а не боюсь его покалечить. А так мероприятие мне очень понравилось, есть разные площадки. Но как бы ни отдыхала наша молодежь, ей всегда найдут занятия по душе и вкусу. В рамках праздника на бульваре заработала ярмарка вакансий, где каждый желающий мог заполнить анкеты и подобрать работу. Вот, мы предоставляем им вакансии актуальные на сегодняшний день на рынке труда. Их более 1600 вакансий от разных работодателей. Отметим, что торжественная часть сопровождалась выступлениями молодых коллективов, победителей республиканских и всероссийских проектов. Камиль Девятов, Али Аскандаров, Роза Шейхмагомедова, телеканал ННТ, Махачкала. Далее обзор кратких новостей в рубрике «Дайджест» от Зумрудгамедовой. В Дагестане может появиться метро. Оно должно соединить Махачкалу и Каспийск. Это поможет частично решить проблему с перегруженностью дорог. Созданный Московским институтом проект предлагает организовать скоростной транспорт на базе существующих железнодорожных линий. Предположительно, наземное метро будет проходить через Родобский бульвар, Анжебазар, поселок Степной, Новый Кихулай, Тарки и Кирпичный завод. На эти цели необходимы средства в размере 2 миллиардов рублей. Расходы на него должны взять на себя федеральные и муниципальные бюджеты. Махачкале к концу года приведут в нормативное состояние более 60% дорог. Властями города будут отремонтированы почти 130 километров дорог. На эти цели из федерального бюджета выделено 765 миллионов рублей. Очередной пожар произошел сегодня в столице. По улице Дахадаева возле центральной мечети произошло крупное возгорание. По словам очевидцев, пламенем была объята электроподстанция, обслуживающая этот микрорайон. Информации о пострадавших нет. Махачкалу очистят от хаотичных торговых точек. В течение одного дня были снесены два павильона, кофейные аппараты и бочки, торгующие квасом в центре города. Управление торговли предупредило, что все незаконно установленные нестационарные торговые объекты будут сняты. Имам Шамиль, его роль в истории Дагестана и Северного Кавказа, а также конкретные факты из биографии последнего имама Дагестана. Накануне эти и другие вопросы обсудили участники маджлиса на территории культурно-исторического комплекса Ахульгон. Местные жители с представителями муфтиата республики в горном территориальном округе почтили память героя, рассказали о его жизни и поступках. Говорили о неоценимой роли имама в деле распространения ислама и его духовных ценностей. И о спорте. Дагестанские тэквондисты завоевали пять медалей чемпионата России среди слабослышащих спортсменов. Соревнования проходили в городе Таганрог. Золото в копилку нашей сборной принес самый титулованный дагестанец, призер сурдолимпийских игр Шамиль Исаков и Артем Багаров. Серебряная награда в активе Шамхалдибира Шамхалова. Бронзовые на счету Рамазана Магомедова и Меседо Абдурахмановы. В общекомандном зачете дагестанцы заняли третье место, пропустив вперед тэквондистов из Москвы и Ростовской области. Борец вольного стиля Магомед Гаджи Нуров стал победителем 28-х средиземноморских игр, которые в эти дни проходят в Испании. Золотой медаль дагестанский вольник, представляющий Македонию, выиграл в весовой категории до 97 килограмм. Воспитанник Махачкалинской спортшколы имени Гамида Гамидова провел три схватки, одолев представителей Турции, Испании и Италии. Добавлю, что состязания проводятся раз в четыре года. Их участниками становятся спортсмены государств, расположенных вокруг Средиземного моря. Магомед Гаджи Нуров стал первым из дагестанцев, которому покорилась вершина этих престижных соревнований. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин